Почти полмиллиона жителей самопровозглашенных республик Донбасса подписали обращение к совбезу ООН, ОБСЕ и Международным правозащитным организациям. В петиции говорится, что Киев не выполняет условия минских соглашений. О том, что мировое сообщество не может игнорировать мнение жителей региона, сегодня говорили на открытых парламентских слушаниях в Луганске, куда пригласили представителей ОБСЕ и правозащитников. Один из них из Финляндии назвал политику Киева в Донбассе геноцидом. В ЛНР под петицией собрали более 150 тысяч подписей, в ДНР в два с лишним раза больше. Причем это явно не окончательные цифры. Сейчас в связи с тем, что очень много обращений в приемное общественное движение Донецкой Республики, глава Республики принял решение продолжить сбор подписей, потому что мы не имеем права останавливать. То есть эта процедура будет продолжаться. Но на данном этапе мы приняли решение, и оргкомитет к нам обратился, чтобы обращения с этими подписами были переданы даже дальше международной организации, и на той международной площадке, которая нам доступна, в Минске сейчас. Спецпредставитель ОБСЕ на переговорах по Украине Мартин Сайдик уже обещал рассмотреть вопросы передачи обращений жителей Донбасса международной организации. Контактная группа сегодня заседала в белорусской столице. Главный пункт дискуссии – политическое урегулирование, без которого невозможно решение вопросов безопасности. Мое твердое убеждение, что пока мы не достигнем договоренности в вопросе решения политической повестки дня Минских соглашений, то есть закон о выборах, его согласовании и принятии, разблокирования закона о статусе, или, как он называется, закон об особенностях местного самореза, закон об амнистии и изменения в Конституцию – это основа и фундамент реализации Минских соглашений. Без движения вперед в разрешении и принятия решения по перечисленным вопросам, к сожалению, мирное урегулирование остается на Донбассе под большим вопросом. Продолжение следует...